В школах Северной Осетии заработает 115 специализированных классов с углубленным изучением отдельных предметов. Это химико-биологические, медицинские, кадетские, инженерные, педагогические и другие классы. Помимо этого, школьников и учителей в новом учебном году ждет ряд нововведений. Подробнее о них расскажет моя коллега Сабина Гатагова. Она у нас в студии. Сабина, здравствуй, тебе слово. Спасибо, Вячеслав. Учебная неделя начнется с поднятия государственного флага. Детям будут рассказывать о важном, а учителей избавят от лишней нагрузки. Сейчас расскажу подробнее. Образование перестанет быть услугой. Летом и закон об образовании исключили слово «услуга». Его заменили понятием реализации образовательных программ. По мнению экспертов, это повысит престиж труда учителей. Документ разработали по просьбе педагогов, которые считают, что формулировка «услугов образования» не отвечает роли учителя в обучении и воспитании школьников. В школах поднимут флаги. В соответствии с новыми методическими рекомендациями, Минпросвещение учебный год для всех школьников начнется с поднятия флага и исполнения государственного гимна. В дальнейшем эту церемонию будут проводить каждую неделю. Право поднимать флаг получат дети, добившиеся успеха в разных сферах деятельности. По словам председателя Комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, на приобретение государственной символики, школам еще в начале лета выделили необходимые средства. А педагогов освободят от лишней нагрузки. Так, в обязанность учителей входят только те документы, которые внесли в перечень Минпросвещения. Их ограничили пятью пунктами. Это учебная программа, классный журнал, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и по запросу характеристики на детей. За введение остальной документации должны будут отвечать административные работники. Одно из главных нововведений – это разговоры с детьми о важном. В школах вводят цикл внеурочных занятий. Главная цель – знакомство ребят с уникальной историей России, населяющими ее народами, богатой природой и великой культурой. Исторические события, известные люди, их деятельность и идеи – все это станет предметом обсуждения со школьниками. Такие беседы будут приурочены к важным датам. Их темы уже определены. Например, в сентябре разговоры о важном будут посвящены Дню знаний, истории России, 165-летию со дня рождения Константина Циолковского, а также Дню пожилого человека. А с 1 сентября вступили в силу новые нормы, по которым дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать либо бесплатное двухразовое питание, либо денежную компенсацию вне зависимости от формы их обучения. Деньги на питание будут выделять за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов. А вот старшеклассники смогут дополнительно изучать программирование. Начиная с 8 класса школьники смогут пройти бесплатные курсы по современным языкам программирования. Занятия предполагают 36 академических часов в течение двух лет. Их будут проводить онлайн или на базе школы. Такие курсы позволят школьникам освоить первую IT-профессию и простимулируют их работать в IT-сфере. В республике уже сегодня 36 IT-компаний, которые включены в реестр IT-компаний России. Ну, соответственно, это рабочие места, это какие-то задачи, которые необходимо решать. В университетах республики активно занимаются тем, чтобы развивать эти сферы. Появляется много всяких кружков, занятий для школьников. Поэтому уже сегодня явно выражен интерес абитуриентов на получение специальности в сфере IT. Что касается нововведения на региональном уровне, то по инициативе главы республики Сергея Миняйла с этого года за внеурочную деятельность педагоги будут получать дополнительные выплаты. На эти цели из бюджета направят почти 42 миллиона рублей. А в следующем больше 125 миллионов рублей. Выплата устанавливается педагогам при проведении внеурочной деятельности в количестве трех часов в неделю. Виды и формы определяются общеобразовательными организациями самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Кроме того, с этого года каждый первоклассник получит подарочный набор от главы республики. В нем будет все необходимое, что может пригодиться ребенку на протяжении всего учебного года. В школах Северной Осетии заработает 115 специализированных классов с углубленным изучением отдельных предметов. 104 предпрофильных и 11 профильных классов. Это химико-биологический класс, медицинский, кадетский, инженерный, педагогический и другие. А в прошлом году по поручению главы республики, Министерства образования и науки совместно с Министерством культуры, начали реализовывать региональный проект «Музей детям», в котором участвуют все музеи Северной Осетии. Школьники посещают их бесплатно. Проект признан успешным. Число ребят, которые регулярно стали посещать музеи, выросло с 2 до 14 тысяч. В сентября проект расширяется. Принято решение сделать бесплатными для школьников и театры республики. Также в прошлом году успешно прошел футбольный турнир на Кубок Главы. Турнир охватил более 150 команд, почти 3 тысячи школьников в возрасте от 7 до 13 лет. В этом и следующем году запланировано проведение республиканских соревнований по футболу, баскетболу и волейболу среди общеобразовательных организаций на Кубок Главы Республики. Планируется, что в соревнованиях примет участие более 5 тысяч школьников. А уже 6 сентября откроется новый технопарк «Кванториум». Он будет работать на базе 44-й школы. В этот же день в разных районах республики откроются 22 образовательных центра «Точки роста», в которых ребята смогут осваивать передовые технологии и глубже изучать естественные науки.